Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мукбанг совмещенный. Это Макдональдс и роллы. Заказала из двух доставок. Это немножко геморройно на самом деле, когда заказываешь из разных доставок. Потому что, к сожалению, как я вам говорила раньше, у нас лифт работает только с такой карточкой. Поэтому за каждой доставкой нужно спускаться вниз. Плюс еще оплата за доставку. В общем, я заказала роллы Чука. И самый любимый из Макдональдса, потому что мы с вами сегодня отмечаем. Как вы думаете, что? Кто подписан на мой инстаграм, тот уже в курсе. Мы сегодня отмечаем мои права. Кто не в курсе, я наконец-то получила права. Вот они. Как я рада реально. Мы вчера обмывали. С родственниками Первана. Такая обалденная компания. Искренне. Сидели, пили пиво. Я в инстаграме просто спросила у вас, как вы думаете, стоит ли подробно рассказать, как я получала про вас, какой попытки, какие этапы были, как все проходило. Я просто очень много подписчиков написали, что им интересна эта тема. Обязательно расскажу. Кто не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь, потому что все опросы я провожу там. Советуюсь с вами, иногда что-то спрашиваю. В общем, сначала я записалась в автошколу. Месяц я проучилась в автошколе. На экзамене у меня был азербайджанский язык. Можно было выбрать, там прям сразу сказали, вы можете сдавать экзамен на русском, на азербайджанском и на английском. Такой выбор, конечно, очень удобный. У нас в Азербайджане есть даже школы, где учатся на английском. Если человек, например, в школе учился на английском, и у него склад ума, как инг, ему, естественно, проще будет сдать экзамен на английском. У кого-то русский. У меня почему это было азербайджанский, я могу объяснить. Дело в том, что перед тем, как записаться в автошколу, я думала просто немножко сама поучить правила дорожного движения. Прошлась по книжным магазинам, и там материалы были в основном на азербайджанском языке. Были материалы и на русском, и на английском, но очень мало и не очень хороших материалов. Я знаю, вы скажете, что в интернете это все есть, есть приложение, где можно это все выучить, но мне было удобно именно с книгой сидеть в руках. Поэтому я сделала выбор в пользу азербайджанского языка. Почему-то некоторые подписчики мои думают, что я вообще не говорю на азербайджанском. На самом деле это не так. Я работала в Асанхид Мэтт. Ну как работала? Была волонтером. Но нам приходилось очень много работать с документами, которые были на азербайджанском языке. Естественно, если бы я не знала язык, я бы не смогла это все делать. В общем, экзамен делится из двух частей. Это езда и теория. Сделали просто безумно удобно. Ты прям за один день приходишь, сдаешь и теорию, потом через 15 минут сдаешь практику, и сразу тебе дают твои права, и ты идешь домой. Но это в том случае, если у тебя все идет успешно. То есть ты сдаешь с первой попытки. У меня, к сожалению, было не так. Там дают 10 вопросов и дают тебе 15 минут времени. Тебе нужно правильно ответить на 9 вопросов. То есть ты можешь сделать ошибку только в одном. там компьютер и ты. Первый раз я сделала две ошибки. Но компьютер не дает возможность тебе закончить экзамен. То есть как только ты совершаешь вторую ошибку, экран просто выгорает, и у тебя написано, вы не прошли экзамен. То есть такого, что специально тебя кто-то завалил. Нету, только ты, компьютер и вопросы. Между экзаменационными такие вот штуки стоят. То есть ты не можешь посмотреть на вопросы другого человека. Там какие у него вопросы. Офигенное просто здание. Все просто на высшем уровне было. Мне очень понравилось. Экран сенсорный. Ты просто нажимаешь. Вот второй раз, как только ты нажал на неправильный, все. Экран выключается, и там написано, что ты провалил экзамен. Вопросы я вам скажу. Достаточно запутанно поставлены. То есть там не то, что вопрос какой-то знак, и что это за знак, например. Парковка запрещена и так далее. Там более такие каверзные вопросы. Когда первый раз я не сдала, я не сильно расстроилась. Но там дается тебе время еще раз подготовить, подготовиться и прийти. Вообще, чтобы зайти на экзамен, нужно заплатить государственный налог в размере 40 монат. Но там еще комиссия. получается 40 монат и 40 копеек. Но они берут 41. Ну да ладно. И ты заходишь на этот экзамен. Говорят, что раньше этот экзамен стоил дешевле. Сейчас немного подорожал. Но я платила всегда 40. И получается, во второй раз опять ты платишь эти 40. и вот второй раз тебя уже допускают до вождения. Из этого же здания есть задний выход. Ты уходишь в задний выход, проходишь там. Огромный участок. Стоят машины. Меня вот пугали. Говорили там такие драндулеты. Там просто ты на этой машине не сможешь поехать. Машина, на которой я сдавала экзамен, это была Киа с кожаным салоном. Такая белая машина. Автомат. Очень даже крутая машина. И все машины там были одинаковые. Там как парк. Знаки. То есть тебя не то, что берут и в середину пробки, в середину города просто засовывают и наезжают. Я, если честно, думала, что так. Но на самом деле нет. У них есть отдельное место. Имитация дороги, улиц, там деревьев. Со мной вместе был мой братик. Он сидел под деревом и смотрел, как я вожу. Первый раз. Опять же, вождение тоже я не с первого раза сдала, со второго. Но сдала. Как только я сдала вождение, сразу мы пошли фотографироваться. У меня, кстати, здесь такая красивая фотография. Хотя я была измученная, страшная. Я всю ночь не спала. Но фотка здесь прям то, что надо. Еще мне, знаете, что нравится? Что это пластиковое. Мне кажется, очень удобно. У нас еще в Азербайджане паспорты тоже такие. То есть, как в России, там в Казахстане у нас таких паспортов нету. Чисто вот такой вот у нас паспорт. Одного размера с правами, кстати. Очень удобно. Засунул просто в кошелек, где там разделы с картами. И все, паспорт тоже у тебя с собой. Ой, не туда. Давайте это положим сюда, чтобы было удобно макать. Почему-то в группе, с которой сдавала я, именно вождение, там были все девушки. У инструктора был мужчина. Ему где-то на вид 35. Очень такой культурный. Некоторые просто говорят, что заваливают специально, еще что-то. Мне показалось, все очень лояльно, так просто. Ну, я почему-то думала, что вождение, когда ты сдаешь вождение, просто едешь по городу. Но нет. И это хорошо, я думаю. Потому что сначала нужно сдать на вождение, потом уже доверить человеку ездить в городе. Но даже сейчас я не готова ехать прям в городе. Вырежусь там в какой-то рейндж-ровер, потом полжизни расплачивается. Я все-таки планирую купить купить поездки с инструктором в городе. Стоит недорого, но мне кажется, очень эффективно, потому что у инструктора тоже рядом есть тормоз. Если что, она может контролировать. автошкола у нас стоила 60 и плюс вход в экзамен 40. Все вместе 100 монат. Что там еще? А! Совсем забыла. Еще нужно получить медицинскую справку о том, что ты вменяемый и так далее. Ее тоже ты идешь в обычную поликлинику, берешь эту справку, у меня никаких проблем с этой справкой не было. Просто самая, знаете, фишка, почему это все так затянулось еще. Дело в том, что я прописана в хачмазе, в деревне, в которой я родилась. так как у меня прописка там, мне было немножко сложно. Чтобы получить медицинскую справку, мне пришлось ехать туда по месту прописки. поехала туда, пока это все получилось, вернулось. Я вот с первой попытки не сдала ни вождения, ни теорию. И в этот период, когда это все проходило, меня очень много людей спрашивало в комментариях, вот Айка, ты не доводишь дело до конца. Решила получить права, так получи же ты их, наконец. А я просто хотела сделать, а потом вам рассказать. Но я не думала, что так все затянется. Но самое главное, все получилось, все пучком. Фотография у меня классная там. Скоро еще машинка будет, дай бог. Все будет нормально. В общем, ты получаешь справку о том, что ты вменяемый, что никаких проблем психологических у тебя нету, проходишь всех врачей, там проблемы со зрением и все дела. У меня есть некие проблемы со зрением, но я могу спокойно обходиться без очков. То есть я вижу, у меня проблемы только с одним глазом. такие вкусные роллы. из-за того, что мой экзамен был на азербайджанском языке, вот эти все программы, которые учат правильно водить и так далее, учат правила дорожного движения, они все на русском были, поэтому по ним я не училась. Я просто училась по книге. Кстати, вопросы тоже мне попались по этой книге. Там один вопрос был. Я просто его хорошо помнила, потому что мы с братом обсуждали. И вот прям он попался. Я, получается, из 10 во второй раз написала 9 правильных. И первый вопрос, на который я ответила, я ответила неправильно, и у меня резко такой мандраж начался. Я почему-то была уверена, что этот вариант правильный. Но нажила, там было написано, что нет, неправильно. Если вы совершите еще одну ошибку, то пошла вон к черту. Но потом, на удивление, остальные все я ответила правильно. Почему-то первый тоже я была уверена, что он правильный. Я хотела даже его сфоткать, но с собой нельзя. На экзамен телефон запрещается. В принципе, там телефон не поможет. Организаторы нам несколько раз сказали, что ни в коем случае нельзя доставать телефона. Оставьте телефон и здесь. Ну, там вариант то, что ты что-то спишешь с телефона, мне кажется, минимальный просто вариант, потому что мы сидели 20 человек, и рядом с нами было 4, по-моему, контролера, да, или как правильно называется. На мой взгляд, там нереально что-то списать. Я поела, было очень вкусно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Если законы в вашей стране отличаются от наших, и у вас это все проходит по-другому, то обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну, а так, мне кажется, сделали очень удобно, что человек за один день может пойти, сдать сначала теорию, затем практику, и в тот же день получить права и вернуться домой. Это очень круто. А то езжай, вызывай такси, потом еще что-то. Когда мы ехали, там с таксистом была целая история. Если вам интересно, я вам расскажу как-нибудь в других видео. На этом все. Всем пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова